День. Час в час. Минута в минуту. Радио Болтком. Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы. Здравствуйте, я Абби Келкин и я приглашаю вас на ток-шоу «Прямая речь». Слушайте по четвергам. Семнадцати до восемнадцати часов. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире и мы видим, что все большая нагрузка ложится теперь не только уже на медиков непосредственно в больницах или уже и в амбулаторных медицинских центрах, но и на фармацевтов. И нагрузка, видимо, будет все больше и больше, особенно в свете решения правительства вовлечь в процесс, я бы сказал, борьбы с ковидом и фармацевтов. А именно, что аптеки теперь смогут на основании сделанных там быстрых тестов, судя по всему, выдавать сертификаты тестированным, которые будут годны 72 часа. Также, я так понимаю, что Минздрав предлагает предоставить фармацевтам и их помощникам право еще и вакцинировать. Обо всем об этом и не только, естественно, об этом поговорим с фармацевтом Вадимом Брижанц. Это латышская транскрипция, наверное, Брижань, правильно будет на русском языке. Вадим, добрый день. Добрый день, Абик. Добрый день, дорогие радиослушатели. Да, вот я знаю, что вы представляете такую крупную аптечную сеть Мэнэс Аптека. Вот как вы вообще сейчас живете, как вообще изменилась жизнь аптек во время вот этой уже третьей волны пандемии? Вчера была дискуссия у Яниса Домброса, такой новый цикл дискуссий на латвийском телевидении. И там тоже прозвучало о том, что зачастую люди вынуждены на улице даже стоять, ну, из-за ограничений вот этих эпидемиологических ограничений, этих метров на каждого посетителя. Есть ли еще и тесты проводить или вакциниацию? Не знаю, что будет. Как вам все это видится? Так, ну да, наверное, начать надо с того, как мы построились под очередные ограничения. То есть если 15 квадратных метров на одного посетителя для нас не было чем-то новым, и мы достаточно быстро среагировали, вернулись к тому режиму, который был актуален весной. Вот, и то вот комендантский час, да, то есть 99% аптек выненуждены закрываться в 7 часов вечера, что, опять-таки, сподвигло нас на то, чтобы вот именно в этот период времени после где-то 4 часов вечера, когда большинство людей спешат после работы домой, и им, чтобы опять-таки не стоять в этих очередях, мы насытили, по возможности, насытили аптеки фармацевтами и снизили таким образом время ожидания каждого посетителя. Ну, наверное, сложно сейчас делать такие выводы. Всем тяжело в этой ситуации, но аптеки, как могут, подстраиваются и стараются сделать всё возможное, чтобы пациенты не оставались без лекарств. И то, что мы запустили ещё только с началом пандемии в 2020 году, то есть это удалённая консультация фармацевта, плюс, как добавочная ценность всей этой консультации, ещё и возможность доставлять рецептурные медикаменты на дом, она вот здесь такая, как палочка-выручалочка сыграла, потому что действительно, то есть если до этого только наиболее уязвимые группы людей не могли добираться до аптеки, опять-таки, в сложившихся эпидемиологических ситуациях, то теперь даже и те, кто имел возможность всегда добраться в аптеке, то сейчас из-за этого недостатка времени они звонят, заказывают, консультируются уже удалённо. Ну вот как можем, мы вот подстраиваемся под эти правила и под новый режим и комендантский час. Да, вот тогда такой вопрос хотел задать. Всё-таки вот мы понимаем, что есть аптеки гласуточные, в том числе и ваши, но тем не менее какой-то, что называется, минимум-минимум надо иметь в домашней аптеке, в аптечке, потому что не всегда есть возможность поехать в аптеку, плюс понятно, что комендантский час, я понимаю, что в аптеку разрешено, но всё-таки нужно иметь этот пошаплет, в общем, создаётся сложности, лучше иметь какие-то естественные медикаменты под рукой, что бы вы рекомендовали, потому что мы знаем, что зачастую у людей чего только в домашней аптечке не найдётся, найдётся, наверное, всё, даже уже с просроченным сроком годности, но всё-таки что бы вы порекомендовали иметь из таких, ну, чаще всего, конечно, безрецептурных медикаментов? Так, ну, во-первых, правильно сказали, что у большинства людей какие-то запасы всегда дома есть, и вот первое, одна из обязанностей фармацепта, этого удалённого фармацепта, онлайн фармацепта, ну, по-разному его можно назвать, это проконсультировать людей, что же именно у них там осталось и что может пригодиться на данный момент. Вот, ну, в первую очередь, все виды жаропонижающих и обезболивающих лекарств, да, это такая вот первая необходимость, когда вдруг что-то заболело или у нас повышенная температура, то есть спокойно успаться и не переживать из-за боли, это возможность организму реабилитироваться. Ну, и такие вот аварийные случаи, обычно они именно связаны ещё и с пищеварительной системой, да, то есть все виды спазмов, проблемы с опражнением кишечника, да, и как в одну, так и в другую сторону, то есть здесь тоже целый ряд медикаментов, которые можно иметь под рукой. Ну, и глобальные вот тенденции, рекомендации – это факторы здорового образа, жизни, да, то, о чём мы всё время говорим, встаём напоминать, да, что нужно очень внимательно следить за тем, что и как мы употребляем пищу, как часто, обязательно следим за своим ментальным здоровьем, стараемся 15-20 минут в день в тишине и себе, только в покое, какую-то релаксацию найти. Плюс, несмотря на то, что сейчас ситуация с эпидемиологической, комендантский час, иметь возможность и прогуляться, и дышать свежим воздухом, какую-то физическую активность – очень важно, да, плюс вода в большом количестве, да, всё это параллельно вот с этими вот аварийными средствами, оно должно быть в голове, у человека, в уме, да. Да, ну вот интересно тоже, если мы говорим о актуальности момента, что мы знаем, что определённые, ну, незначительные побочные действия после вакцины есть, иногда подскакивает температура. Люди, как мы понимаем, по-разному переносят даже небольшое повышение температуры, кто-то вообще не замечает, ну, кто-то там чувствует какую-то определённую разбитость, кто-то считает, что надо всё-таки принимать вот эти жаропонижающие препараты, там, не знаю, типа парацетамола, ибофена. Вот что вы в этой ситуации рекомендуете, если к вам обращаются люди в аптеке? Да, ну, во-первых, повышение температуры – это совершенно естественная реакция организма, да, то есть организм болится, и он таким образом, по сути, это иммунная реакция организма. Если у нас нету вот даже минимального скачка температуры, ну, скорее это ненормально, чем обратный эффект, когда есть небольшое увеличение температуры. Потом, в целом, ну, 37,5-37,5 – вот эта температура, которую мы зачастую считаем уже чем-то ненормальным, на самом деле это во многом просто на данный момент реакция организма на вот окружающую среду, и это совершенно нормально, и если мы ещё какое-то время с этой температурой живём, и она зачастую протекает совершенно незаметно для нас, да. Мы просто сейчас очень, ну, по каждому поводу, по каждому чиху сразу бежим проверять эту температуру, и такие большие глаза у нас, когда там 37,2-37,3, ай-яй-яй, всё нужно спешно употреблять что-то зеропонижающее. Нет, оставьте организму возможность побороться, выработать, побороться из инфекций, с бактериями, и в том числе выработать эти необходимые антитела. Вот по поводу там ещё других, да, симптомы являются, и есть определённые рекомендации Всемирной организации здоровья, то есть какие-то кроверазжижающие препараты. Ну, это в основном, это уже идёт параллельно с консультацией именно врача, здесь фармацевт просто, он как вишенка на торте, он просто добавляет уже как именно употреблять, да, и какое количество времени. Есть те самые стандартные аспиринсодержащие препараты, и есть ещё рецептурные медикаменты. Ну, это вот люди, которые находятся в определённой группе риска, им вместе с вакцинацией, и иногда чуть-чуть даже загодя выписываются эти кроверазжижающие препараты. Нужно ли иметь вот такой домашней аптечке антиаллергические средства? Есть из них, как мы знаем, и нерецептурные тоже. Да, на самом деле, да, это вот как раз-таки необходимо было мне упомянуть, да, то есть это один из вариантов аварийных случаев, когда вот у нас даже при повышенной температуре, при вот первых симптомах какой-то инфекции иногда очень нехорошо вот эти антигистаминные препараты менять, они там разных поколений, с разными побочными эффектами, но в целом это тоже снижает побочные эффекты, в том числе и вакцины, и у них присутствует и бронхорасширяющее действие зачастую, то есть если поражены у нас дыхательные пути, то здесь он тоже как плюс, да, то есть комбинация с другими препаратами очень хорошо работает. Поэтому антигистамин, да, я думаю, что это обязательно. Да, вот может быть такой вопрос не столько, ну такой концептуальный, философский. Вот как вы замечаете, растет ли в последнее время тот объем информации, ну которую нужно держать в голове, или которую должен обладать, не знаю, современный фармацевт, потому что зачастую вот заходишь в аптеку, ну мы все, наверное, нет таких людей, которые не заходили в аптеку, наблюдают, что как быстро фармацевт даже в очень большой аптеке ориентируется, где какая, ну я так простым языком говорю, коробочка лежит или баночка, он взглянет на рецепт, быстренько подбегает там к третьей полке, там пятое снизу и достает вот то, что надо, а ведь этих лекарств это тысячи наименований, лекарственные формулы, да, где зачастую врачи выписывают, да, вот или это в принципе такой вот стандарт, который все время был, одни лекарства уходят, вместо них появляются другие актуальные медикаменты? Да, это на самом деле непрерывное обучение, это вот мы как начинаем обучаться, да, то есть это вот в моем случае, да, я как уже 15 лет я в профессии, да, и ни одного дня не было, чтобы я не просматривал научную информацию, не просматривал инструкции, применения лекарств новых, которые только что зашли на рынок, это постоянно, то есть сюда, на эту профессию не приходят люди, которые, скажем так, нелюбопытны от природы. Нам так же, как и врачам, нужно обрабатывать тонные информации и опираясь на свой опыт выкристаллизовывать то необходимое, то, что потом будет использоваться в практике. По поводу, ну вот, всего, всей нашей огромной такого ассортимента, да, в аптеках, в целом фармацевты, ну, это вопрос адаптации. Наверное, несколько недель достаточно на новом месте фармацевты для того, чтобы освоить свою полостью, понимать, где, в каком месте находятся. Ну, это… Так работает наш мозг. Первый момент у него сразу какая-то апатия, но он постепенно набирает информацию, и всё уже работает. Вот, то есть, ну вот я хотел бы, наверное, когда… Мы постоянно, то есть все наши фармацевтические сообщества, мы следим за тем, что происходит в мире, то есть глобальные тенденции, каждая новая какая-то регула, какое-то новое правило. Мы тут же всем нашим коллективом, всей нашей семьёй фармацевтической это всё бурно обсуждаем и подготавливаемся к этим вопросам, которые придут и зададут нам посетители аптеки, клиенты, наши пациенты, потому что, наверное, одним из самых важных, да, помимо всё-таки информации, которую мы несём именно о лекарствах, да, взаимодействии, правильного употребления, каких-то побочных эффектов, ещё и вот эта опора в виде представителя системы здравоохранения. То есть мы профессионалы, да, и зачастую нужно успокоить пациента, сказать, что мы рядом, мы готовы, и мы доступны, и мы всегда сможем объяснить всё-таки суть, скажем так, подноготную этой темы. И здесь очень хорошо работает наш результативный номер телефона фармацевтический. Да, вот об этом мы сейчас ещё тоже поподробнее поговорим, но вот такой вопрос именно вдогонку к тому, что вы сказали. Вы знаете, вот, ну, наверное, в каждой профессии, ну, медика, наверное, в первую очередь есть такое, ну, когда у многих спрашиваешь, вот, что же, всё-таки, почему вы пошли в эту профессию, да, ну, вот, кроме того, что нравится, не нравится, они говорят, ну, как, вот мы сейчас не говорим про финансовую составляющую этого аспекта, там, зарплата, это всегда можно дискутировать много или мало, но они говорят, что удовлетворение они испытывают, когда вот, если мы говорим о лечащих врачах, что они назначили какое-то лечение, пациент, если он всё выполняет, есть результат, то есть они видят, что пациенту хорошо, вот он ушёл, как говорится, с таким, с такими недугами пришёл, уже совсем себя по-другому чувствует, и они испытывают удовлетворение. Всё-таки вот, что касается фармацевта, ну, у вас есть определённая специфика, мало того, что некоторых клиентов или посетителей аптек, вы видите первый и последний раз, один раз в жизни, с одной стороны, с другой стороны, даже постоянные клиенты, но всё-таки вы не являетесь лечащими врачами, и вам, наверное, вот этот эффект от лечения, ну, сложнее проследить, вы и, в принципе, не имеете права брать на себя такую ответственность вместо врача заниматься лечением. Вот, может быть, несколько слов, вот всё-таки такие красные линии, что вы для себя, что вы, как представители профессии, фармацевт, для себя поделили, что вы можете, что вы не можете, и вот где ваше, если так можно сказать, удовлетворение от работы? Ну, да, у нас есть очень строгая черта, которую мы для себя... Да, не только мы сами фармацевты, то есть даже прописано у нас, есть такое понятие, как фармацевтический уход, где очень чётко расписано, зачем мы следим, да, и, да, естественно, одним из самых главных удовлетворений, так же, как у врачей, является то, что человек пришёл вам благодарен, да, за совет, за рекомендацию, за даже то... Знаете, очень важный момент, что эта благодарность, она приходит не только от наших пациентов, клиентов, но и от самих врачей, да, потому что мы в одной команде, мы то, что иногда врач по какой-то причине не дорассказал, мы как раз-таки именно вот те специалисты, которые вот всё чуть-чуть дорасставят по полочкам, да, мы вот это вот важное продолжение визита к врачу, и здесь вот эта благодарность, она как бы даже вдвойне, да, получается. То есть мы здесь... Это важно, это важно понимать всем, что здесь, ну, не существует только вот конкретно фармацевт и пациент, и там всегда есть врач по всём этому. Мы всегда на стороне обоих, да, мы никогда не выбираем какую-то вот из сторон в консультации. И да, мы, может быть, меньше слышим от пациентов слова благодарности, но иногда одной благодарности на тысячу будет достаточно для того, чтобы мы продолжали в том же ключе. И помимо этого, наверное, да, эта информация, которую мы внесём, да, мы, скажем, вот эта современная составляющая фармацевта ещё и для этой вот прислабо-дигитализации. И здесь у нас намного больше шансов разъяснить и объяснить пациенту, где, как нужно изменить его жизнь в лучшую сторону, как работать с Э-веселами, к примеру, как работать с Э-рецептурой, всё, что касается вот этого, всей этой электронной, всей этой онлайн-темы, которая вот просто с ними медленными шагами входит в нашу жизнь. И здесь вот у нас тогда больше, ещё больше благодарны публике за то, что мы делаем ежедневно. Ну, да, наверное, в моём случае, в случае любого фармацевта, ещё это такая глобальная проблема, потому что присутствуют дефициты. Мы постоянно ещё и находимся вот в этом поиске медикаментов для наших пациентов. Есть много факторов, которые на это влияют. Но, наверное, ещё и вот это то, ещё, что нас отличает от пациента. Мы ещё и получаем вот эту благодарность за то, что мы нашли то, что необходимо нашему пациенту. У нас это есть на месте. Мы готовы к тому, что этот человек придёт, и у нас будет всё необходимое на месте. Опять-таки, условия эпидемиологической ситуации, когда лишний раз в аптеку лучше не приходить. И замечательно, когда в аптеке всегда есть всё на месте. Да. Вот ещё хотел спросить. Наверное, часто у вас пациенты спрашивают. Зачастую вот выписывается, ну, такое основное вещество, простым языком говоря, и там уже дальше фармацевт, в соответствии с законом, должен, я так понимаю, если речь идёт, например, о компенсационном механизме, предложить, ну, самое дешёвое. Это совсем не значит, что оно неэффективное, но из того, что есть для начала. Вот, наверное, зачастую у пациентов возникает вопрос, насколько это эффективно, насколько точно вы можете определить, вот это то активное вещество или уже не то, может быть, производитель не тот, может быть, это дженерик. Вот несколько слов об этом. Вы столько терминов сразу назвали. Да, активное вещество, например, ну да, чтобы не называть никаких брендов, да, мы всё время, ну, примеры, примеры из, ну, пример, это какой-то препарат препарат от повышения давления, повышенное давление, да, то есть гипертензия. Человек, он принимает одно и то же лекарства годами. То же самое и с пациентами, которые под сахарным диабетом, и тоже, ну, там, астма, да, это вот такие вот, наверное, наиболее уязвимые с точки зрения эффективности и вот цветокоробочки пациенты, то есть на них часто может вот даже какое-то минимальное изменение в упаковке как-то начинать психологически. Нет, здесь очень важна становится именно фармацевтическая консультация, чтобы вот довести, убедить, рассказать всё чётко, что ничего не меняется, индикамент, то есть то самое, как вы сказали, активное вещество остается прежним, но нельзя полностью бездействовать в этом плане. То есть, да, активное вещество то же самое, да, человек, то есть он отличается это по цене, да, упаковка другая, да, мы ожидаем такого же эффекта, но не всегда. Не всегда это действительно происходит. И это совершенно нормально, если человек после этого, нет смысла начинать жаловаться кому-то. Это обычная процедура, когда, ну, уже прошло несколько лет с тех пор, как мы ввели это новое правило, новое в регуле, да, что мы выдаём дешёвый или референтный медикамент. То есть мы уже примерно поняли, как это работает. Теперь, если есть какой-то побочный херк, или есть какая-то, ну, не такая эффективная терапия от этого, вот, от этой новой упаковки, то совершенно спокойно мы обращаемся к семейному врачу, высказываем, вот, что именно произошло, и он на основе, для него это основание для того, чтобы выписать вам то, что, ну, к чему более совершенно норма теперь, и не надо переживать, и просто, да, ну, надо проверить, как будет ли такой же эффект, как и до этого, от предыдущих индикаментов. Если нет, мы спокойненько выписываем то, что угодает. Да. Вот вы упомянули эту онлайн-консультацию. Несколько слов об этом, что это такое, для кого, насколько это вообще востребовано. Это, это отличный, отличная услуга, фармацевтический ресурс, это суперкоманда, я ее так назову, у нас 5-6 фармацевтов с огромным опытом, багажем знаний, и мы уже активно работаем более полутора лет, ежедневно консультируя людей по любым вопросам, связанным с использованием медикаментов, с какими-то побочными эффектами, взаимодействием лекарств, с каким-то новым симптомом. Мы зачастую выполняем роли такого администратора, специалиста здравоохранения, который получает информацию от пациента и потом направляет его к нужному специалисту или советует, например, какой-то безрецептурный медикамент, ну, вообще рассказывает, какие следующие шаги могут быть. плюс то, что по этому консультативному номеру можно заказать и рецептурные медикаменты и, естественно, получить полноценную консультацию по их использованию. И, ну, если смысл, это будет рекламой, но я бы все-таки назвал, это четырехзначный номер, 8555, очень легко запоминается, это специально сделано для того, чтобы наиболее уязвимые группы легко запомнили этот номер телефона, всегда имели его под рукой, могли позвонить и узнать ответ на свои вопросы. То есть изначально это сеть мыслей по поводу того, что фармацепт должен быть доступен не только в аптеке, они уже давно зародились, и мы не первые, и глобально уже фармацепты давно консультируют. Но мне гордость за то, что сейчас, по сути, все большие организации аптечные, у них у всех есть такой, да, мы не единственные, не только мэрософтеки, все эти, понимаете, сейчас и рецепты действительно таким образом еще больше. Хорошо, вот тогда такой вопрос хотелось задать вам. Вот человек звонит, человек X звонит вам по онлайн-телефону, ну или за онлайн-крезультатцией обращается. Это нет ли такой опасности, что опять-таки вы будете выполнять вроде бы роль врача, тем более не в виде пациента. Ну он что-то спрашивает, вот какое мне лекарство предпочесть, но вы же дальше не контролируете этот процесс. Могут ли быть какие-то побочные действия, может быть, этот медикамент человеку не подходит. Вот где-то грань. И второй вопрос, вот как пытаться, ну как бы не дать себя полностью коммерциализировать. Ну, с одной стороны, мы понимаем, что аптеки, ну все-таки это коммерческое предприятие, оно не существует как бы так, просто так она должна извлекать какую-то прибыль, чтобы дальше платить там налоги, зарплаты и так далее. Да, и тем не менее, все-таки это и в какой-то степени медицинское учреждение. Вот такие два вопроса о балансе. Хорошо. Ну, я сразу отвечу на последнее, что фармацевты, в первую очередь, мы идем от пациента. То есть то, что ему необходимо, то мы ему не предлагаем. Здесь, ну да, мы продаем это. Ну да, какая-то там наценка присутствует. Присутствует. Но это совершенно нормально. Мы не думаем о это. И очень часто, и в аптеке это очень часто происходит, то есть человек приходит, мы ему объясняем, что нет, на самом деле вам ничего не нужно в данной ситуации. И очень часто приходится, опять-таки, консультировать на тему, что у вас, а что у вас дома есть, а вот этого уже будет достаточно, не обязательно ничего нас приобретать на данный момент. То есть в первую очередь это вот фармацевтическая консультация, фармацевтический уход, то, что у нас и прописано в фармацевтическом законе. То есть о деньгах фармацевты уже никогда, ну, далеко не в первую очередь. Думаю, здесь главное вот именно помочь пациенту. А вот, как вы сказали, этот человек X, который позвонил, ну, я вот упоминал этот момент, что зачастую нам приходится, собрав всю необходимую информацию, задать правильный вопрос пациенту и оценив эту ситуацию, направить его к врачу. Не заниматься самолечением, что это тоже современный вич, когда люди, насмотревшись рекламы, начинают себя лечить. И еще я скажу, что лучше он позвонит нам и придет в аптеку фармацевту и задать вопросы специалисту, нежели будет искать ответы в интернете. Очень много ресурсов, эволюционных и порталов, в которых нет ни доли прав совершенно, то есть доверять каким-то статейкам непроверенным, я бы никому не советовал. И очень много, опять-таки, ну, очень много, да, но были случаи, когда нам звонили и спрашивали, а вот такой вот медикамент, мне тут позвонили, его посоветовали, и оказалось, что это фальшивка, то есть это были злоумышленники, которые пытались человеку что-то такое продать. То есть мы моментально человека объясняли, что нет никакого эффекта, это не лицензированные медикаменты и ни в коем случае не заказываются. Да, вот, наверное, тоже вопрос, который вам нередко задают, у нас, ну, море, я бы сказал, витаминов, ну, может быть, не витаминов как таковых, а вот этих препаратов, витаминов разных производителей, они безрецептурные, лежат, стоят... Добавки. Да, стоят, клещевые добавки, стоят на полках, в общем, глаза лебито от этих вот цветных вот коробочек, и зачастую есть такая, мне кажется, опасность, что люди иногда преувеличивают эффект от витаминов, и когда они слышат, надо укреплять иммунитет, есть такой стереотип, ага, ну, значит, нужно напиться разных витаминов, но они начинают эти коробочки там набирать без разбора. Вот что вы тут посоветуете? Да, вот, где тут, опять-таки, баланс между тем, что, ну, вроде витамины, пищевые добавки, ничего страшного, и вообще вот разумной необходимостью? Да, вот это очень хороший вопрос, для каждого человека индивидуально это будет, наверное, своя какая-то грань, какое-то такое внутреннее ощущение, да, и, наверное, чисто психологически мы, да, и ментально мы ещё помним то время, вот как мы себя чувствовали, там, в 20-25 лет, а сейчас нам уже 40, чувствуем мы себя по-другому, а хочется вот, вот как оно было, да, такой молодой, здоровый, ничего не боишься, голова прекрасно работает, всё замечательно с кардиограммой и так далее. Но мы настареем, наш организм тоже, и ему нужна помощь, ему нужна подпитка, да, эти витамины, особенно в нашей очень быстром темпе современной жизни, зачастую в неправильном приёме пищи, мы не получаем всего необходимого. Да, конечно, было бы идеально, если бы человек перед тем, как он выберет какой-нибудь набор витаминов, минеральных веществ, любий жир, насыщенные кислоты, да, чтобы он перед этим, ну, проверил все эти показатели и уже тогда бы точечно выбрал необходимое. Ну, не у всех есть такая возможность, сейчас тем более, у лаборатории перенасыщенные, ну, приходится выбирать уже из того, что вот на данный момент более-менее больше подходит тебе. Вот, и это вот такая скрублёзная, рутинная консультация у фармакцепта, когда мы задаём точечные вопросы, какие симптомы, почему именно решили, и тогда вот выбираем уже наиболее эффективный подход. Опять-таки, есть клинические исследования, которые нам подсказывают, что вот при таких вот первых симптомах, опять-таки, при инфекции, нам необходим этот набор минералов или эти витамины конкретно. Вот, и если человек находится уже в какой-то группе возраста, и у него есть уже хронические заболевания, то мы уже там какие-то какие-то витамины мы уже исключаем, что здесь нет, это уже лучше их не употреблять. То есть, взвешиваемся за и против, оцениваем ситуацию и уже советуем именно вот необходимые. Может быть, такой последний вопрос я вам задам, он ну, такой, наверное, концептуальный, поскольку сейчас многие обратили внимание, что время от времени вспыхивают дискуссии, в том числе на законодательном уровне о том, как регламентировать вот количество аптек. Да, вот кто-то говорит, что аптек очень много, кто-то говорит, что много аптек не бывает, и самое главное, чтобы людям эти аптеки были доступны, в том числе, ну, может быть, шаговой доступности это преувеличение, хотя мы понимаем, что для пожилых людей вот близость с аптеки имеет большое значение, не все могут добраться до какого-то торгового центра, да, и хорошо, что в каждом микрорайоне, если мы говорим о больших городах, в провинции, тем более, чтобы хотя бы одна аптека была, разные есть вот идеи, мы знаем, что сейчас там 500 метров и так далее, вот как вы считаете, к чему нужно вообще стремиться, да, чтобы это какая-то разумная достаточность, или не надо вообще ограничивать, чем больше аптек, тем лучше, или чтобы были разнообразные, разных сетей, там, ну, вот скажите, ваше личное мнение. Да, отличный вопрос, да, и регулярно мы к нему возвращаемся, так же, как и к вопросам, сейчас актуальным, в виде вакцинации в аптеках, с помощью фармацевтов, да, и вот это вот новое, новое желание Министерства травоохранения, чтобы фармацевты умеют там вместе и вот эти тесты антигенные делали. Это, все эти вот, все эти темы, да, они идут рукавом. То есть, и все это упирается в дефицит фармацевтов, это рабочая сила, грубо говоря, то есть нет этого ресурса. А если мы говорим о том, сможем ли мы, фармацевты, участвовать в процессе вакцинации, я скажу, да, и это глобальный тренд, и мы к этому идем постепенно, да, нам очень грамотно расписать все процедуры, рекламент, каким образом это будет происходить, где, естественно, не во всех аптеках, но это будет доступно. И здесь вот он как притягивается этот вопрос про количество аптек, потому что, ладно, города, в которых, ну, действительно, аптек, их достаточно, да, то есть, не в эту, так, ну, через пару кварталов зайду в другую, аптеку, но вот в регионах мы, до сих пор у нас присутствует вот нехватка этих аптек, да, и вы правильно сказали, что если там, ну, вот вступит в силу какое-нибудь новое ограничение, то, ну, к примеру, где-нибудь в небольшом поселке аптеки уже может и не быть, да, это такие критерии по количеству слушателей, вдруг, да, что они тогда будут делать, да, ну, будут все время заказывать лекарства вот через интернет, да, может быть, но это, ну, не выход, опять-таки, а если мы подтянем в какой-то момент и вакцинацию, было бы замечательно, если в каком-нибудь из этих небольшом городке на месте бы присутствовал фармацет, который мог бы этих пациентов принять. Да. Понятно, нет, ну, наверное, это, наверное, тема для отдельной дискуссии, я, к примеру, считаю, что все-таки, когда мы говорим о медицине или оказании медицинской помощи, нужно быть очень внимательно и аккуратной, потому что здесь, наверное, эксперименты над живыми людьми не самое лучшее при всем уважении к фармацевтам, но мы же понимаем, что, наверное, не нужно требовать от врача или медсестры, чтобы она завтра стала фармацевтой, пошла работать в аптеку, ну, в качестве ротации, это не тот способ ротации, и не нужно, от всех фармацевтов требовать, чтобы они кололи уколы, да, вот, ну, надо же определенные навыки, наверное, иметь для каждой специальности, это к вопросу о мобилизации. Да, это процесс обучения, АПИК у нас, это важно, да, то есть во всем мире глобально это каждый фармацевт, который проходит, ну, зачастую, там, трех- или шестимесячный курс. Да, но это надо обучать специально людей, естественно, понятно. Конечно, это не может так, что-то хоп, мы щелкнули, и все, завтра начинаем фармацевты всех уйти. Нет, так это не произойдет, то же самое с этими антигенными тестами. Да, в мире есть такая практика, да, но все равно это было подготовлено, это не происходило за один день, там, даже за месяц, да, то есть это были четко прописанные правила, что, где, как, какие, опять-таки, пройдет обучение, и что от этого вообще получится в нашем обществе. Это правда, да, и надо всегда думать, вот мы, какую цель мы ставим, да, просто чтобы поставить галочку или чтобы реально помочь качественно вот пациенту во всех вопросах, не правда ли? Да, безусловно. Вадим Брижин был у нас на прямой связи, фармацевт, Мэнэ Саптек, и большое спасибо. Спасибо.